Красные или синие? Можно знать имя будущего президента Америки, и мой прогноз сбылся на 100%. Американцы дали зеленый свет красному президенту. Дональд Трамп получил вторую возможность управлять страной. Джо Байден проиграл эти выборы. Почему Байден, спросите вы? Ведь он снял свою кандидатуру в пользу действующего вице-президента Камалы Харрис. Да, действительно так и есть, но стратегические ошибки во время президентской гонки избиратели ему так и не простили. Трамп и одержал верх. Байден, кстати, поздравил Трампа с победой в своем обращении к американскому народу. Смотрите сами. На протяжении более 200 лет Америка проводила величайший эксперимент по самоуправлению в истории мира. Это не преувеличение, это факт. Мы народ. Народ голосует и выбирает своих собственных лидеров. И они делают это мирно. И у нас демократия, воля народа всегда преобладает. Вчера я разговаривал с избранным президентом Трампом, чтобы поздравить его с победой. И я заверил его, что я поручил всей моей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переход. Не задержался с поздравлениями и украинский президент. Владимир Зеленский поговорил с Трампом по телефону. Разговор длился 25 минут. Трамп сказал Зеленскому, что будет поддерживать Украину, правда, не раскрывая при этом никаких подробностей. Как позже выяснили журналисты портала Аксиас, разговор этот был на троих. Источники издания говорят, что на линии все это время был также соратник Трампа, одиозный миллиардер Илон Маск, который тоже пообещал поддерживать Украину через свои спутники Старлинк. Почему же все это важные детали? Ну, во-первых, потому что присутствие Маска на почти межправительственном звонке говорит о его влиятельности в команде Трампа. И это может сильно повлиять на ход событий в будущем. У Маска своеобразное видение всего на свете. Ну, а во-вторых, по счету, а не по значимости, это также свидетельство того, что Трамп не до конца уверен, что же дальше делать с Украиной и какие решения в итоге принимать. Все мы знаем, со слов избранного американского президента, что у него есть свой собственный мирный план по завершению войны, развязанной Россией против Украины. И всем, безусловно, интересно, что же там в этом плане написано. Британский Телеграф со ссылкой на источники в окружении Трампа пишет, что план этот предусматривает буферную зону между Россией и Украиной и отложенное вступление в НАТО. Якобы, если верить информаторам издания, то по задумке Трампа, европейские и британские войска будут обеспечивать буферную зону протяженностью 1200 километров между Российской и Украинской армией. США не будут предоставлять войска для патрулирования и охраны этой буферной зоны и не будут финансировать эту миссию. По словам собеседников издания, план предусматривает также заморозку нынешней линии фронта, а от Киева требуется отложить вступление в НАТО на 20 лет. В обмен на это Украина получит большое количество оружия от США, чтобы сдерживать Россию от возобновления войны. При этом журналисты обращают внимание на то, что это лишь один из нескольких планов, находящихся на рассмотрении у Трампа. Интересно, что подробности этого плана появились вскоре после того, как Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште предупредил, что любая попытка заключить мир путем умиротворения России будет означать самоубийство для Европы. При этом Зеленский публично прокомментировал план Трампа довольно обтекаемо с одной стороны, ну и приправив его с солидной долей скепсиса с другой. Сегодня я считаю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения. Хотеть этого не значит, что так и будет. Я говорю это без обвинений. Я просто говорю, что мы там, где мы есть. Мы воюем с русскими, и это факт. Это самый сильный враг этого столетия. Конечно, люди важнее всего. Я говорю, что человек хочет разорвать Украину на куски. И это большой вызов, потому что это очень большая страна. — Зеленский непрозрачно намекает, что и сам бы хотел знать больше подробностей. Вот, смотрите сами. — Мы хотим справедливого окончания этой войны. Я уверен, что быстрое окончание войны означает потери. И я думаю, если это будет очень быстро, я не знаю об этой идее. Мы не обсуждали ее с президентом Трампом. Я думаю, что он подготовит со своей командой какие-то предложения или взгляды. Свои взгляды. Бильд писала, что во время телефонного разговора Трамп сказал Зеленскому, цитирую, «Я обещаю, вы будете счастливы со мной и все время, пока я нахожусь на посту президента». Поговаривают, что план Трампа появился в таком вот виде после выступления Путина на дискуссионном клубе «Валда», где российский президент заявлял, что надеется на восстановление отношений своей страны со США. Но мяч находится на стороне Вашингтона. А что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами, мы для этого открыты. Но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не выводили. Мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни было вооруженный конфликт. То есть как бы теоретически могли бы, но мы этого не делаем, говорит Путин. Фактически, акт доброй воли, не иначе. Путин все как-то по Фрейду прямо, о санкциях забыть не может просто. А я вам, кстати, напомню, что еще до выборов Трамп обещал обрушить цены на ней, чтобы Москва не могла зарабатывать и тратить деньги на войну против Украины. Путин, кстати, дважды поздравлял Трампа с победой на выборах. Сначала не публично, а поговаривает, что через общих знакомых, что в Кремле, конечно же, отрицает. Но в Кремле отрицает, что это не значит, что такого не было. Мне вот интересно, через каких таких знакомых уж не маска ли уши там торчат. Но думаю, скоро мы обо всем узнаем. Ну а второй раз Путин поздравлял Трампа уже публично, на том самом Валдае, понимая, что по ту сторону Атлантики слова Путина услышат. Вы знаете, можно тоже как угодно к нему относиться, ведь все изначально в первой его итерации в президентской говорили, что он бизнесмен в основном, и он мало чего в этом понимает в политике, он ошибок может наделать. Ну, во-первых, я вам могу сказать, его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. Оказался мужественным человеком. Есть такая технология в урегулировании конфликтов, поиск общих точек соприкосновения. За что Путин может хвалить Трампа? Пока ему не за что. Трамп вступит в должность только через два месяца. Да и то не факт, что пойдет на уступки Путину. Ну и самое, как по мне, интересное, Путин как бы заранее оправдывал избранного президента США за то, что тот не сможет автоматически спустить все Москве с рук. Мол, сложно ему, Дональду Трампу, будет самой мощной экономикой мира рулить. Система сдержек и противовесов, президентский срок, скорее всего, последний. И даже Конституцию не обнулить. У меня такое впечатление, что его затраили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать, влево, вправо лишнее слово сказать. Я не знаю, что сейчас будет происходить. Понятия не имею. Но для него это все-таки последний срок. Ну, что он будет делать, это его вопросы. Но то, что говорилось публично до сих пор, было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, и способствовать завершению украинского кризиса, мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания. Путин при этом добавил, что не считает зазорным и самому бы, собственно, позвонить Трампу, но делать этого не будет, потому что раньше западные лидеры-то ему каждую неделю звонили, а потом почему-то прекратили. Странно, почему же они прекратили? При этом сам Трамп в интервью телеканалу NBC заявил буквально следующее. Я думаю, мы поговорим, имея в виду телефонный разговор с Путиным. При этом Путин обращается к своей внутренней аудитории. Он призывает россиян готовиться к сложному 20-летию, которое будет, цитирую, еще сложнее предыдущего. Что ж, прошлые 20 лет России пришло жить с Путиным, а 4 из следующих 20 придется жить еще и при Трампе во главе США. Кстати, за время прошлой каденции дружба между Путиным и Трампом длилась ровно 3 месяца. Тогда Трамп тоже говорил, что Россия бросает вызов не всему миру, а администрации Обамы, и к тому же не уважает Хиллари Клинтон. Говорят, что в те первые дни своей каденции Трамп даже поручил своей администрации составить план по отмене санкций против Москвы. Но, как в любой драматической истории, в этой тоже есть большие и жирные «но». В ответ на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, которую контролировали поддерживаемые Кремлем войска Асада, США тогда выпустили 60 крылатых ракет по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат». Ну и Путин тогда в интервью своим карманным СМИ заявил, что российско-американские отношения как-то ухудшились. Путин и Трамп после этого встречались еще несколько раз. В 2018-м на двухстороннем саммите в Хельсинки Путин даже дарил Трампу мяч чемпионата мира по футболу в Москве. Господин президенту этот мяч передать, теперь мяч на его стороне. Тем более, что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года. Мяч не помог. И в ворота Кремля при администрации Трампа летели все новые и новые санкции. Расширялся список Магнитского, а под ограничения попал даже тогда еще российский премьер Дмитрий Медведев. Ну а сейчас США как могут ускоряют поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal. Более 7 миллиардов долларов, выделенных Пентагону на передачу оружия и боеприпасов Киеву, остаются неизрасходованными, как и более 2 миллиардов долларов, предназначенных для долгосрочных контрактов на поставку оборудования. Представители Пентагона отмечают, что до выборов планировалось доставить оставшуюся помощь Украине к апрелю, но теперь сроки сдвинулись. Все поставки должны быть завершены до января. По мнению чиновников, это укрепит обороноспособность Украины и улучшит ее позиции на возможных переговорах с Россией. Что же вы, дорогие чиновники Пентагона, до выборов-то не торопились? Как я и сказал в начале этого блока, Байден проиграл эти выборы. Проиграл как для себя, так и для своего вице-президента Камалы Харрис. Ну, собственно, так и для всей демократической партии США. Американские избиратели хотят конкретики. Если администрация Байдена уже тратила десятки миллиардов долларов на помощь Украине, то эта помощь должна была быть более эффективной и не попадать на фронт гомеопатическими дозами, лишь растягивая военный конфликт во времени. Да, все боятся эскалации, но Путин больше всего боится военного конфликта с США. Если в три раза меньше Украина уже который год дает отпор России, то пошел ли бы он на прямое столкновение с Вашингтоном? А, следовательно, и с блоком НАТО. Ответ, как по мне, очевиден. Но вы, конечно же, смотрите сами. Согласно заявлению высокопоставленного представителя администрации, в ответ на усиление российских атак с использованием беспилотников и ракет, США отправляют в Украину более 500 перехватчиков для систем противоракетной обороны Патриот и усовершенствованной зенитной системы НАСАМС. Ожидается, что они прибудут уже в ближайшие недели. По словам одного из американских чиновников, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца года. США также рассматривают возможность выкупа вооружения американского производства и у других стран для последующей передачи Киеву. В Пентагоне явно переживают, как все теперь пойдет дальше. СНН передает, что чиновники военного ведомства также проводят неофициальные дискуссии о том, как же Министерство обороны будет реагировать, если Дональд Трамп вдруг отдаст какой-нибудь незаконный приказ. Ну, например, о развертывании войск внутри страны и на увольнение значительной части политичных сотрудников. Во время своего последнего президентского срока Трамп имел сложные отношения с большинством высшего военного руководства, в том числе с генералом в отставке Марком Милли, который на посту предстоитателя Объединенного комитета начальников штабов принял меры, чтобы ограничить возможность Трампа использовать ядерное оружие. Новоизбранный президент тем временем неоднократно называл американских военных генералов слабыми и неэффективными лидерами. Крайне интересно вот еще что. В субботу 9 ноября бывший старший советник Трампа в ходе его предвыборной кампании стратег республиканской партии Брайан Ланза заявил, что будущая администрация Соединенных Штатов сосредоточится на путях достижения прекращения огня в Украине, а не на том, чтобы помочь ей вернуть под свой контроль оккупированные Россией территории. Мол, если Зеленский приедет в Штат и скажет, что его мирный план будет работать только если Украина вернет контроль над Крымом, то такой план никуда не годится. Крым, мол, ушел навсегда. Забудьте о нем. Слова Ланза вызвали бурные дискуссии. Как в украинском обществе, так и среди российского экспертного сообщества рисую радужные перспективы для кремлевских мечтателей. Тем временем команда Трампа уже успела откреститься от слов Ланзы. В переходном офисе, созданном Трампом для подготовки перехода к нему президентских полномочий, заявили, что Ланза, цитирую, не выступал от имени избранного президента. Представитель переходного офиса отметил, что Ланза работал в ходе предвыборной кампании, как нанятый сотрудник штаба, но сейчас не работает на Трампа и не представляет его. По существу при этом его слова председатель офиса не прокомментировал. Эксперты говорят, что Трамп победил еще и потому, что американцы были крайне недовольны внутренним экономическим положением. И если обернуть голову назад, то все становится совершенно понятно. В прошлом ни один президент, рейтинг которого был ниже 40%, никогда не получал мандата избирателей на второй президентский срок. Иными словами, Харрис была обречена на поражение, кто бы ей не противостоял. Важно понимать, что очевидно, по той же самой причине, республиканцы победили и в политической борьбе за контроль над Конгрессом. Его верхняя палата, Сенат, уже точно под контролем красных, а вот расклады в палате представителей на момент подготовки этого выпуска еще менялись. Борьба шла жесточайшая. Трамп должен будет опираться на Конгресс как в делах внутренних, так и во внешних. Все решения от Тайваня с Китаем до Путина с Ким Чен Ином будут согласовываться с конгрессменами. Кстати, далеко не все республиканцы готовы проповедовать политику замиривания и заигрывания с Путиным. Среди красных довольно сильны обе, так сказать, башни. И голуби, и ястребы. И уверен, что нас всех ожидает крайне интересный полет через зону повышенной турбулентности. Некоторые эксперты ее называют идеальным штормом, мол, глобальному миру уже давно нужна была встряска. Но так ли это на самом деле, мы узнаем несколько позже. Как говорится, короля делает свита. А кто же будет в команде Трампа? Авторитетное издание The Hill проводит список фигур, которые могут войти в команду нового президента. Илон Маск готовится стать как минимум неформальным советником Трампа, но может получить и официальную должность. При этом он уже посоветовал Трампу сразу несколько сотрудников своей компании SpaceX для работы в правительстве США. Основным претендентом на пост госсекретаря США называют сенатора Марка Рубио, который еще в 2014 году после оккупации России Крыма и начала военных действий на Донбассе призывал обложить Россию максимально жесткими санкциями. Рубио работал в сенатском комитете по международным отношениям и был главным республиканцем в этом сенатском комитете по разведке. Старшим советником Трампа станет Стивен Миллер, который будет отвечать в команде избранного главы государства за иммиграционные вопросы. Ну а экс-кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший готовится занять в кабинете Трампа пост, связанный с медициной и здравоохранением. Внешняя политика это точно не его. Эксперты рекомендуют Украине сейчас пересматривать отношения со своими партнерами и делать больший упор на европейца. В ЕС тоже готовятся к тому, что геополитические расклады могут кардинально измениться в любой момент. На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Уск отметил, что в ближайшее время можно ожидать важной декларации о прекращении огня в Украине. Границы, на которые оно будет действовать и гарантии безопасности для страны.